для обзора я возьму крупные компании которые владеют хотя бы не менее 10 судами на первом месте конечно ситрейт гронинген из нидерландов одна из старейших рефрезератных компаний основана в 1951 году на 2021 год флот компании состоял и 3 из 36 реферов 5 контейнеровозов и 1 соковоза специализированного судна еще не менее 25 судов других владельцев работают под ситрейт флот компании значительно сократился за последние годы как по причине старения флота так и выхода из рефрижератного бизнеса и продажи судов несколькими компаниями работавшими под ситрейт несмотря на это ситрейт благодаря традиционным линиям и новым решением сегодня довольно уверенно стоит на ногах инвестировал серию контейнеровозов с повышенной вместимостью рев контейнеров и открыв 7 и си джем линию с европы через восточное побережье сша на океане австралию новую зеландию и обратно через перу и сша в европу ситрейт делала значительный шаг в развитии компании второе место занимает российская компания балтик риферс российская немецкая совместно с ост-вестхендал из германии и кул карьер шведская которые они приобрели недавно относительно молодая компания с 97 года вместе с ост-вестхендал они владеют двадцати тремя судами на 2020 год и по объему тоннажа с учетом купленной ими 2014 году кул карьер после распада пула лаурицын н вайке и кул уже даже не уступают голландской ситрейт и вышли на первое место с общим флотом на 2021 год который достигает тридцати четырех судов еще четыре судна там купленные в конце 2021 года у маэстро риферс а из глейсер а из грейс айс раннер и айс ривер 88 84 85-х годов делают компанию крупнейшим владельцем конвенциональных рефрижераторных судов балтик риферс начав с очень старых судов и старых судов в том числе купленных у латвийского пароходства превратилась в одного из крупнейших операторов и владельцев рефрижератных судов а сотрудничество с кул карьер значительно усилила позицию компании на рынке и расширила географию судоходства суда компании довольно старый 89 2000 год постройки а последние четыре судна куплены у маэстро риферс еще старше 84 85 и 88 года однако их спасает то что построены они были по заказу датчан лаурицын риферс основательные мирового рефрижератного флота которые не пожалели на них денег после распада датско-японско-шведского пола лаурицын н вайке и кул кул карьерс остались как отдельная компания но сейчас флот вместе с партнерами балтик риферс на 2021 год достигает 34 судов на своих судов у компании нету они используют заврахтованные суда компании бартик риферс чем тут из греции эквадоре онлайн сша и японский новострой 2018 2021 года пять судов компании не сын к юность японии третье место компания green риферс из норвегии одна из самых солидных рефрижератор компаний сегодня далеко не в лучшей форме флот компании за 10 лет сократился с более чем 30 судов до 18 но вид на 2021 год все суда построены в период с 1989 по 1994 год основу флота составляют две серии шесть судов кристалл кантри класс так называемые бельгийской постройки 92 94 годов и 8 судов норвежской постройки 89 92 года ключевые слова здесь бельгийской и норвежской постройки помимо качественной постройки суда большую часть жизни провели у солидных владельцев в том числе с 90-х и двухтысячных были только во владении green риферс несмотря на это суда уже подошли к возрасту своего списания и поскольку green риферс не инвестирует не в обновление флота не в другие типы судов перспективы компании на ближайшие пять лет выглядят так себе похоже что только сотрудничество сет си трейд в пуле green sea как-то может улучшить ситуацию так как у все трейды также стало меньше своих судов четвертое место star reefers великобритания сегодня имя владеет съем шиппинг норвежская компания хозяин star reefers со списком из 22 судов владеет самым молодым относительно флотом реферов все суда построены в период с 1997 по 2017 год крупнейшая серия рефрижераторов 12 судов класса star first была построена в японии в 2006 2010 годах на шикоко шипбилдинг и в 2017 году на этой же верфи построены два самых новых судна star кураж star spirit которыми владеет японская компания nissan каюн за последние годы старые сюда компании были списаны 4 судна были модернизированы удлинены оборудованы бортовыми лифтами флот старый риферс примерно наполовину разделен между съем шиппинг и грейс ошен pt ltd сингапур суда также работают в разных чартерах del monte fives chiquita и другие часть флота постоянно работает на французко-английского компании африка экспресс-лайн на линии западной африки на северную европу и порты западного средиземноморья несколько судов недавно закончили долгосрочный чарлер чикита и перешли работать под cool carriers всем шиппинг вообще владеет разными типами судов и в связи вот с разделением судов и основанием некоторых последнее время остается вопрос насколько долго вообще будет существовать сама компания как бренд старлиферс пятое место ласкоридис шиппинг лавиния корпорейшн из греции одна из самых больших когда-то рефрижераторных компаний у которой было более 80 судов сегодня оперируют довольно скромным флотом всего двадцатью судами скупив в 90 почти весь риф флот бывшего союза от севера до юга и от востока до запада после кризиса греки инвестировали балкерный флот а также сохранили немного танкеров по традиции они продолжают скупать б.у. суда уже давно сотрудничают в поле с альфа рифер транспорт из гамбурга последнее время помимо традиционных морозильных грузов также участвуют в перевозке фруктов также являются давними монополистами по вывозу кальмары и рыбы из фолькренских островов шестое место альфа рифер транспорт фрегасшип чартеринг из германии это крупный пул риф судов объединяющий нескольких владельцев из греции литвы и украины и россии вместе с ласкаризи шиппинг у них в пули где-то 25-30 судов и флот в состоит вообще из 37 судов различного тоннажа от малых до больших большая часть грузов рыба также перевозят фрукты и все остальные риф грузы среди других компаний владеющих риф судами можно упомянуть еще норвежского оператора silver sea как владелец судов это фьорд шиппинг норвежская компания из города моле у них 12 судов но мало тоннажных 12 рефрижераторов которые перевозят в основном рыбу с норвегии и исландии на балтику и северную европу одно время компания сотрудничала с ситрейд и тогда были рейсы с рыбой на западную африку и украинские порты черного моря но затем дороги компании разошлись и сейчас silver sea работает как отдельная компания российская marine reefer транспорт владеет девятью реферами в том числе бывшими украинского югриев трансфлота все суда в чартере альфа рефер транспорт греческая чартер шиппинг корпорейшн сохранила шесть судов в том числе самые известные четыре судна бывшие лаурицына так называемые фэмили класс которым уже тридцать один тридцать два года но они еще работают в чартере у кул карьерс и еще парочка судов один работает у ситрейда и второй у аляска рейфер эквадориан лайнс компания зарегистрирован в сша многолетний владелец пятерки рефрижераторов датской постройки никак не хочет с ними расставаться несмотря на возраст судов они девяносто третьего четвертого года постройки продолжает их давать чартер сначала у карьерса затем ситрейд среди японских владельцев компания сантоку синпаку с довольно новыми семью судами включая три новостроя двадцатого двадцать первого года в чартере фреш карьерс из японии на новозеландской линии японская компания nissan kayun владеет семью самыми современными судами 17-21 года постройки являющимся к тому же и самыми крупными рефрижераторными судами в мире на сегодня первые два судна с постройки фрактовали старриферс остальные работали под full карьерс судно кул экспресс построенная на базе star spirit и последующие два судна стали крупнейшими в мире рефрижераторными судами сменив на этом посту судно дитлев лаурицын и серию лаурицын фэмили класс из четырех судов построенные в дании начале девяностых японских азиатских судовладельцев оставлю без внимания так как флот их не превышает 5-6 судов на одну компанию хотя и появились довольно свежие суда они как правило ориентированные на азиатский рынок япония корея китай перевозят киеве из новой зеландии это обычно charter fresh carriers или бананы с филиппин а также доставляют тунца сейшелских островов папуа новой гвинеи и островов океании в азию и на различные направления периодически могут совершать какие-то другие рейсы и на десерт конечно о самых главных и всемирно известных компаниях брендах долл и чикито и дель монте компания я практически исключил из списка поскольку я рассматриваю именно судовладельцев рефрижераторного флота а эти компании сейчас переориентируются на контейнеровозы в составе долл и 13 судов но только шесть из них рефрижераторы остальные контейнеровозы с повышенной вместимостью рефконтейнеров два последних судна новых контейнеровозы долл и майя и долл ацтек получены в двадцать первом году чикито продали свой флот более десяти лет назад компания только фрактует необходимые рефрижераторы и контейнеровозы у маэстро рифер скул карьерс и немецкой компании нсб флот дель монте также сократился и состоит из 12 судов 6 из них недавно полученные из китая 2020 21 год новые контейнеровозы с повышенной вместимостью рефконтейнеров после списания значительной части рефрижераторов за последние годы дель монте понемногу обновляют их небольшой флот но заменяют рефрижераторные суда на контейнеровозы и фрахтуют дополнительный тоннаж рефрижераторных судов география рейсов собственных судов именно реферов также значительно обеднела поскольку многие грузы идут уже контейнеров пока из вышеописанного наиболее перспективными выглядит тройка реф компаний это конечно ситрейд baltic reefers вместе с кул карьерс и лоскариде вместе с альфа рефер транспорт ситуация с green reefers и star reefers полностью зависит от того в каком направлении пойдут компании здесь вопрос в консолидации с другими компаниями обновлении флота или переориентации например на контейнеровозы сейчас очень остро стоит вопрос обновления флота для всех реф компаний насколько еще сократится рефлот ближайшие пять десять лет представить несложно учитывая возраст судов действительно хороших судов в которых были вложены хорошие деньги при строительстве осталось очень мало и все они близки к возрасту списания по ряду причин такие как недостаточность финансирования низкие фрактовые ставки высокие цены на бункер судовладельцы практически не обновляли флот последние годы понятно что рефлот в таком виде и количестве как это было раньше существовать уже не будет среди новостроя последнего времени наметилась некая тенденция разделения некоторые суда строят как копии старых судов не сильно отличающихся от старых проектов такие суда как правило со стрелами и предназначены в основном для рыбы и морских перегрузов вторая часть судов это очень современные универсальные суда которые максимально рассчитаны на различные типы грузов как рев грузы контейнеры машины и все остальное что можно погрузить на начало двадцать второго года ситуация для реферов значительно улучшилась прохтовые ставки выросли до рекордного за последние годы уровня ряд стран чили перу аргентина юар увеличили производство и экспорт фруктов что совпало с осенне-зимним периодом северном полушарии из-за пандемии возникли сборы доставкой контейнеров и нехватка контейнеров привела к тому что многие грузы например с юар были отправлены на реферах также из-за нехватки контейнеров часть крупных рефрижераторов были зафрактованы для перевозки голландского лука и картофеля в западную африку и северную африку что однозначно продлило жизнь некоторым судам гватемала гондурас правящийся после циклона наращивают поставки бананов до прежнего уровня также на европейском рынке заметно увеличилось присутствие бананов из стран которые ранее не входили в лидеры экспортеров бананов это перу доминиканская республика французские гладелупа и мартиника и также страны западной африки в азиатско-тихоокеанском регионе новая зеландия увеличила экспорт киви также активно везут бананы ананасы с филиппин на азиатский рынок мировая торговля не стоит на месте появились новые рынки новые грузы новые порты захода на данный момент все суда заняты даже образовалась некоторая нехватка тоннажа так что судовладельцы рефрижератных судов пока могут вдохнуть спокойно